Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть в итальянской кухне очень странные, на первый взгляд, рецепты. Ну, например, паста и патата алла неаполитана. В переводе это означает паста и картошка по-неаполитански. Так вот подумаешь, на первый взгляд, тесто и картошка, фигня какая-то. Но я вот, например, родился в Татарии, которая позже стала республикой Татарстан. И там, например, самый распространенный суп это сарпа. А сарпа это суп с лапшой и картошкой. Если не шарахаться сходу от этого сочетания, то можно, наверное, найти в самых разных кухнях мира, ну, сотню рецептов, где прекрасно уживаются эти два продукта. Ну, вспомните, например, пирожки с картошкой. Нормально же. Или вареники с картошкой. Вот это и оно. Короче, я решил попробовать. Правда, для того, чтобы приготовить совсем уж это этичный вариант, мне таки пришлось мощно покататься по самым разным магазинам. Сложнее всего пришлось с правильным сыром. Нужен итальянский сладкий проволоны и настоящий же пармезан. Впрочем, вам никто не запрещает попробовать приготовить это блюдо и с другими сырами, а то и вовсе без них. Приступим. Для начала надо приготовить зажарку. В нее идет либо панчетто, это сыровяленая свиная грудинка, либо гуанчали, это сыровяленая щековина, либо прошутто, это сыровяленый свиной окорок. Я решил сегодня по-богатому все устроить, поэтому взял и панчетто и окорок. Но в Италии вегетарианский вариант этой пасты есть, то есть вовсе без панчетто и окорок и тому подобного. И всю эту красоту нужно слегка обжарить на оливковом масле extra virgin, такого ароматного, знаете ли, с горчинкой. Это важно, рафинированный не подойдет. Ну и пока процесс идет, надо нарезать овощей. В дело пойдет сельдерей стеблевой, лук, морковь, чеснок. Тоже, кстати, предмет для споров. Насколько мне удалось выяснить, прошерстив просто тысячи источников, сельдерей есть практически всегда в этом наборе. Лук очень часто морковь встречается гораздо реже. Итальянцы настаивают, что вот этот вот хвостик, эту сердцевину нужно из чеснока вырезать, потому что он остроту не дает, а дает неприятную горечь блюду. Что тут с нарезкой? Все, можно добавлять овощи. Обжариваем минут 10-15, периодически помешивая. Огонь все такой же, слегка ниже среднего. За это время нужно подготовить картошку. Ее иногда просто отваривают, но чаще обжаривают вместе с овощами, когда они уже обжарятся. Тут тоже есть тонкости. Ну, понятно, надо ее очистить, чтобы не темнело, укладывая в холодную воду очищенную. А вот дальше все нужно делать очень быстро. Нарезаем кубиками, и вот их-то ни в какую воду класть уже не стоит, иначе вода смоет весь крахмал со всех этих кубиков, а он в соусе важен для кремовости соуса. Поэтому еще раз режем быстро. Так, все готово. К этому времени овощи разошли до кондиции. Слегка посолил, теперь обжариваем все вместе минут 5-10. Время обжарки зависит от размеров вашей посудины. Вернее, даже не от размеров, а от площади дна и от количества картошки в ней. Чем большее количество картошки одновременно соприкасается с дном, тем быстрее идет обжарка. Я пока нарежу проволоны и пармезан. Способ нарезки не очень важен, все равно судьба этому сыру растворится в соусе. Еще понадобится 4-5 штучек помидорок черри. Они в блюде нужны для баланса. Кислоты добавить. Не обязательно использовать именно черри. Можно ложку томатной пасты положить, можно пассату. Ну, это протертые томаты, слегка уваренные для густоты. А можно консерверные томаты в собственном стаку использовать. Пока болтало и время подошло, пора класть их сюда. Кислота вообще-то очень сильно замедляет приготовление картофеля. Он стеклянистый становится. Но сейчас-то к этому времени поверхностный слой картошки уже абсолютно готов, поэтому вместе с помидорами можно спокойно готовить. Кислота внутрь картофеля просто не пройдет. Так что минуты 3-4-5 обжариваю все вместе, а затем доливаю воду и варю. Традиционно итальянцы в этот рецепт используют смесь разных видов пасты. У них же сами знаете, для каждого соуса своя форма, свой размер пасты, свой тип. А сразу всю они частенько не съедают. То есть в каждом пакетике остается понемножку остатков. Все эти остатки они в одну кучу собирают. Получается эдакий набор, в котором все подряд. Вот в подобного типа рецепты и идут обычно такие наборы. Понятно, что это не обязательно. Используйте ту пасту, которая есть у вас дома. Просто я сегодня стараюсь максимально аутентично приготовить. Уже солил картошку, но явно мало. Ну и перца сюда немного. Ну и доводим до кипения, хорошенько поработав лопаткой. Это чтобы снять со дна слой крахмала картофельного и при жарок. То пригорят и испортят вкус всего блюда. Ну, варить картошку до готовности надо тоже, естественно, периодически помешивая. У итальянцев в каждой семье свои секреты приготовления разных рецептов пасты. И самые необразованные слои населения относятся с этими рецептами как дурень с писанной торбой. У маломальски грамотного человека эти секреты ничего кроме смеха не вызывают, понятно. Ну, потому что секретами это все является разве что для вчерашних школьников. Суть же блюда проста, как перпендикуляр. Хотите добавить блюда больше аромата поджаристых овощей и картофеля? Обжаривайте, как я показал. Хотите больше сладости? Ну, увеличьте долю овощей, которые эту сладость дают долю лука и моркови. Хотите больше остроты? Больше чеснока добавьте. Хотите более нейтральный вкус? Ну, не обжаривайте картошку вместе с овощами, а отварите ее. Вот и все тайны мадридского двора. А божественными откровениями эти секреты кажутся только совсем уж недалеким людям. Картошка уже практически сварилась, пора добавлять пасту. Сейчас паста начнет активно впитывать себя в бульон, поэтому по необходимости я буду подливать кипяток. Большинство пасты из этого набора у меня требует варки до полной готовности 8-10 минут. Так что минут через 7-8 я добавлю сюда сыр. Сейчас пармезан разойдется, я добавлю проволоны, сразу же выключу нагрев, перемешаю и можно садиться за стол. Посмотрите на это чудо. Как говорят испанцы, кремосо и мелосо. В переводе что-то вроде сливочно-медово. Ну, в данном случае речь не про мед, понятно, а про сладость овощей и кремообразность соуса. Вы видите эту кремообразную текстуру? Просто чудо какое-то. Я не могу сказать, что это какое-то безумно вкусное блюдо. Нет. Ну, но классное. Очень кремовая текстура. Картошка, вкусная паста, вкусные макаронные изделия, кислинка легкая, помидор присутствует. Классные сыры. Панчетто, наверное, даже не сильно обязательно будет. И без нее будет классно. Надо просто попробовать. Общий принцип, я думаю, мне удалось вам показать. Я тот еще специалист, прямо скажу, потому что я это блюдо приготовил сегодня в первый раз. Да, я изучил тысячи разных источников, перечитал кучу литературы на эту тему, посмотрел кучу поваров на итальянском. Сложно поймать итальянский, потому что испанский-то я спокойно смотрю канал, а вот итальянский язык, он всего лишь похож на испанский. Но, тем не менее, что-то понять можно. И, как мне показалось, я смог донести в этом ролике до вас общую идею этого блюда. Также попробуйте, приготовьте, и, может быть, в свой домашний обиход ведете еще одно вкусное итальянское блюдо. Огромное спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, не стесняйте, подюрить мне дизлайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok